Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Наши эксперты, как всегда, готовы рассказать всё самое интересное. Думаете, вот эти неприятные существа заводятся только в местах скопления мусора? В некоторых случаях они могут поселиться даже в вашем холодильнике. Почему это происходит и как этого избежать, расскажет Тарашпира прямо сейчас. Конечно, ни один современный дом или квартира не обойдутся без холодильника, а вот без тараканов хотелось бы и обойтись. Неужели такое возможно, чтобы эти неприятные существа завелись в холодильнике в самом холодном месте в доме? Наденька, давай пока тараканов уберём, и я детально тебе расскажу, могут ли они возникнуть в холодильнике или нет. А ещё я поделюсь секретами того, как выбрать холодильник, который в соотношении цена-качество будет просто идеальным. Ведь он не будет потреблять слишком много электроэнергии, не будет портить ваши продукты и будет очень удобным. Но для тех, кто в ближайшее время не планирует покупать новый холодильник, я приберёг несколько секретов о том, как продлить жизнь того холодильника, который у вас уже имеется. И ещё обязательно я поделюсь информацией о том, где и как правильно необходимо устанавливать холодильник. Идея создания первого прототипа современного холодильника щодня доводилось заправлять льодом, и это позволило исследователей зайнятися подальшим удосконалением пристроя. В 1895 году немецкий аристократ Карл фон Лінде узагальнив исследования попередников и создавал первый холодильник, оснащенный компрессором на аммиаку. Его работу обеспечивал паровый двигун, поэтому морозильная установка была слишком массивной и невероятно шумной. В целом, первые модели холодильников были достаточно громоздкими и имели выглядеть шафы. Камера для сохранения продуктов в таких пристроях становила лишь пятую часть этого привода. Сегодня производители предлагают невероятно широкий выбор холодильников разных размеров с величайной количеством дополнительных функций. И просто сейчас Тарас Шпіра расскажет, как выбрать идеальный холодильник и при чём не переплатить. Тарас, а мне ещё очень хотелось узнать в конце-то концов, можно ли вешать магниты на холодильник? Потому что я уже неоднократно слышала, что это может навредить не только холодильнику, но и людям. Якобы из-за магнитов на холодильнике увеличивается какое-то вредное излучение, в результате ещё и холодильник может сломаться. Надя, вопрос достаточно интересный и беспокоит он практически всех. Мы обязательно узнаем, можно ли вешать магниты на холодильник немного попозже. Надя, а можно тебя попросить вот сейчас заглянуть вот в этот вот холодильник? Конечно, с удовольствием. Да, заглядывай, пожалуйста. О-о-о! А что это он так быстро считает? Наденька, он считает быстро электроэнергию, наматывает просто её на глазах. Да? Соответственно, не только электроэнергию, а и наши деньги. Если вы выберете неправильный холодильник или неправильно будете его использовать, платить вам придётся гораздо больше, чем положено. Поэтому я сейчас расскажу, как нужно избежать проблем чрезмерного потребления электроэнергии при использовании любого холодильника. А также на что нужно обратить внимание при покупке нового холодильника, чтобы он был не только удобным, но при этом ещё и экономным. И как этого избежать, Тарас? Давайте в первую очередь разберёмся с энергопотреблением. Этот вопрос первоочерёдный, да? Во-первых, чем больше ваш холодильник, чем объёмнее он, тем больше он потребляет электроэнергии априори. То есть ему, соответственно, необходимо тратить больше энергии, дабы морозить или холодить большую площадь. Соответственно, рассчитывайте. Вот у вас три человека в семье, подбирайте соответствующий холодильник. Четыре-пять берите уже побольше. В зависимости от потребностей выбирайте себе холодильник. Традиционно, полезным объемом холодильника принято вважать загальный внутренний объем всех отделений холодильника в литрах. Чтобы рассчитывать, какого размера холодильник вам потребен, враховуйте такую информацию. Вважается, что на каждого члена семьи должно быть не менее 50 литров в холодильном отсеке и 30 литров в морозильном. Отже, в целом, 80 литров на каждую человеку. То есть, на родину из трех человек достаточно стандартного двокамерного холодильника с загальным объемом 260 литров. Именно такие холодильники используются наибольшим попыток среди украинских потребителей. Кроме того, на современных холодильниках всегда указывается класс энергопотребления. Обозначается специальной маркировкой. Это могут быть буквы от А до G и обозначаются они на дверце холодильника. Вот обратите внимание, на этом холодильнике у нас указан класс А. Класс А самый экономный. Поэтому на это в первую очередь с точки зрения энергопотребления стоит обратить внимание при выборе холодильника. Понятно, что будем выбирать как раз холодильники с энергопотреблением класса А. А влияет ли это на стоимость самого холодильника? На стоимость холодильника это практически не влияет. Просто многие, когда выбирают холодильник, они не обращают внимания на этот важный фактор. Я так понимаю, что характеристики идеального холодильника мы будем отмечать вот здесь, на этой модели. И может быть уже пора открыть первую строчку? Надя, мы готовы открыть первую строчку. Энергозатратность класса А. На самом деле очень важная такая деталь это эргономичность холодильника. То есть насколько нам удобно использовать его в быту. Но это еще не все. Нужно обязательно обратить внимание на то, где расположена морозильная камера. Сейчас существует три модели расположения морозильной камеры. Первая это когда морозильная камера находится у нас сверху. Это как раньше все такие были холодильники. И второй вариант, когда морозильная камера находится снизу, как в данном случае. И третья модель это холодильник сайт бай сайт. То есть это американский тип такого двухкамерного холодильника, когда левая сторона холодильника это полностью морозилка, а правая как раз холодильная камера, в которой располагаются основные продукты. Американская модель холодильника сайт бай сайт как генератор льоду и бар для напоев. Холодильники с морозильной камерой снизу выгодили европейцы. А оскольки таким пристроем набегато сручнее коррестоватись, они поступово вытесняют с рынка модели с морозильной камерой сверху. Остальные не только меньше сручные, но и доглядаться за ними набегато сходнее. Адже легче вымыть морозильную камеру с высовными шухлядами снизу. Прежде чем купить холодильник и принести его в дом, нужно все хорошенько обдумать. И раз уж мы говорим о расположении морозильной камеры и о ее размерах тоже, то я смотрю на тот холодильник больше. Ведь на моей кухне стоит холодильник, где камера находится снизу. Я уже, знаешь, как-то привыкла к этому. На самом деле, все достаточно просто и логично. Когда морозильная камера находится снизу, мы к морозильной камере обращаемся не так часто. Реже, да. Реже гораздо. Получается, что у нас есть продукты регулярного потребления. То, что мы кушаем ежедневно, и в первую очередь те продукты, которые мы видим, открывая холодильник. Если у нас морозильная камера расположена сверху, соответственно, для того, чтобы достать продукты, которые находятся на нижней полке, необходимо что? Наклоняться. С точки зрения физкультуры, я думаю, что Анита и Игорь сказали бы нам, что это как раз идеальный вариант, вы хоть что-то будете делать. Но с точки зрения эргономики и удобства, экономии электроэнергии, потому что чем дольше открыт наш холодильник, тем больше потребляется энергии. Все очень просто. Получается, как бы, теплый воздух попадает в холодильник, и дабы ему вернуть ту температуру, которая была изначально, которая является оптимальной для сохранения наших продуктов, нужно тратить больше энергии на дополнительное охлаждение. То есть, соответственно, друзья, чем быстрее вы открыли и закрыли холодильник, тем лучше для вас же меньше придется платить. Информационный спонсор показа – журнал «Добрые советы». Наденька, давай откроем еще одну ячейку на нашем стенде. Итак, правило номер два. Морозильная камера должна располагаться снизу. Кстати, чуть позже я поделюсь еще парочкой секретов о том, как проверить эргономичность холодильника при покупке, чтобы он был и удобным, и вместительным. В большинстве холодильников есть дополнительные параметры, на которые стоит обратить внимание. И первый из этих параметров – это индикатор звуковой, который извещает нас о том, что «друг мой, определяйся или закрывай холодильник». Функция невероятно полезная, я предлагаю сразу же ее зафиксировать на нашем стенде. Какие еще неприятности могут быть связаны с открытой дверцей холодильника? Надя, перед тем, как мы разберемся со следующим важным дополнительным фактором, который касается холодильника, я предлагаю тебе открыть холодильник и увидеть нечто новое и интересное. Посмотри, как выглядят продукты. А вон и тараканы! И тараканы, и такое состояние продуктов. Самая большая опасность у нас еще впереди, мы обязательно об этом расскажем. А сейчас разберемся с тем, почему продукты, которые должны храниться, они начинают портиться и выглядят непрезентабельно. Все дело в достаточно простом, нехитром элементе, в уплотнительной резинке, которая есть абсолютно у каждого холодильника. Если она некачественная или со временем устарела или деформировалась, есть вариация того, что теплый воздух будет попадать в холодильник, соответственно, двигатель не будет успевать охлаждать. Все необходимые наши продукты будут выглядеть вот таким вот образом. Кроме того, когда плохой уплотнитель, легко в такой холодильник могут забраться тараканы, даже если у вас их дома нет. Но они же могут быть у соседей, вы же понимаете. И они первым делом приходят к вам на кухню, смотрят слабый уплотнитель на холодильнике, а там еще и продукты. А дверца же еще и при этом, когда уплотнитель плохо работает, она теплая при этом еще всегда. И они потихонечку перебираются в ваш холодильник и кушают ваши продукты. Подождите, Тарас, но мы говорили о том, что вот этот уплотнитель в холодильнике стареет и портится, соответственно, со временем. А когда мы покупаем новый холодильник? Надя, получается, что даже при покупке нового холодильника может быть производственный брак. И плотность закрывания желает лучшего. На самом деле, благодаря нехитрому эксперименту, который вы можете провести прямо в магазине, легко проверить, насколько хорошо прилегает уплотнитель, то есть резинка. Вы можете взять обыкновенный лист А4. Вам необходимо открыть его, можно слегка приоткрыть, да, потом вставляем вот в той части, где нет лотков, дабы все было по-честному, лист А4, закрываем и пытаемся его извлечь. В любом случае вы его достанете, потому что резинка А4 полностью удерживать не может. Но вот ощущение того, что лист плотно прилегает, вы получите. То есть достаточно сложно было извлечь сейчас бумагу. Надя, я предлагаю провести... Я хочу провести, да, тебе эксперимент. Открываю холодильник. Да. Так, вот так вот и просто... Хоп! Я прям почувствовала себя фокусником. Так легко это получилось. Вуаля! На самом деле, в этом нет ничего хорошего, когда так легко лист А4 достается из-под уплотнителя. Соответственно, уплотнитель здесь гораздо лучше, а уплотнитель в этом новом и, на первый взгляд, очень даже достойном холодильнике работает не так, как хотелось бы. Мне очень понравилось, Тарас, что такой простой, наглядный, эффективный тест можно провести в магазине, причем продавцы не будут против, потому что холодильнику мы таким образом никак не можем навредить. Здорово! Если вы не приобретаете новый холодильник, а имеете старый, но имеете такую же проблему, соответственно, можно обратиться в сервисный центр, где вам, если нет такое, как нужно вашему холодильнику, подберут резинку, близкую по параметрам, и установят новый уплотнитель. Это не так дорого стоит, во всяком случае, не дороже, чем приобрести новый холодильник. А мы можем открыть еще одну характеристику идеального холодильника. Наденька, открывай, пожалуйста. Итак, у нас должен быть герметический резиновый ободок на дверях. Далее, Надя, ты знаешь, у холодильника, вот давай отнесемся к нему сейчас как к живому, есть или одно сердце, или два. Соответственно, или один, или два компрессора. А, компрессор у холодильника, это как сердце у человека? Это как сердце. Это основное, что есть в каждом холодильнике. Гораздо удобнее, если у вас имеется в холодильнике два компрессора. Притом, задействованы они обычно таким образом, что один компрессор отвечает у нас за морозильную камеру, второй компрессор отвечает у нас за основную камеру, где мы храним основную часть наших продуктов. Так вот, когда вы размораживаете или выключаете и моете... Чё ж ты, я его буду выключать, если у меня всё там разморозится? Так вот, Наденька, когда у тебя в холодильнике установлено два компрессора, соответственно, ты можешь, не отключая морозильную камеру, отключить основной отсек, убрать там всё, красоту навести и снова включить. Скажи, это внешне как-то определяется, что у холодильника два компрессора, или по его паспорту? На самом деле, по паспорту и приобретая холодильник, вы эту информацию легко можете получить у продавца. Да, соответственно, в этом нет ничего сложного. Это очень важное правило. Откроем? Я предлагаю это правило также зафиксировать. Желательно, чтобы в холодильнике, который вы приобретаете, было два компрессора. Это гораздо удобнее. Надя, далее давай разберёмся с системами размораживания, которые существуют. Их три вида. Ручная система разморозки, о которой ты говорила, раньше других вариантов просто не было. Далее идёт капельная система разморозки и система No Frost. Давай детально со всеми разберёмся. Если первая ручная разморозка, она всем знакома, как говорится, с детства. Далее, у вас есть или капельного типа, холодильник, или система No Frost. Сейчас очень многие на систему No Frost реагируют в первую очередь и говорят, что это идеально, это удобно. Но, друзья, мне кажется, что значение системы No Frost No Frost несколько преувеличено маркетологами. К тому же это значительно дороже, чем аналогичный, к примеру, холодильник с капельной системой. А в чём же их принципиальное отличие? Отличие в следующем. Значит, у нас с тобой в холодильнике с капельным типом разморозки вот тот иний, который намерзает на стеночках, он благодаря специальным ложбинкам скапывает, по специальным каналам добирается до нашего компрессора, где он собирается в определённую ёмкость, и за счёт того, что компрессор по сути работы своей нагревается, она, эта водичка, испаряется. Да? На самом деле, именно поэтому такую систему разморозки холодильника называют плачущей стеной или плачущей стенкой. Не намерзает много льда, это преимущество. Иний на задней стенке, он сам тает и стекает, остаётся раз в полгода этот холодильничек просто чистить и убирать. Но есть одна деталь, вот тот резервуар, который находится сзади, в который стекает вода, на него стоит также обращать внимание. А что нужно, там периодически воду, что ли, менять? Соответственно, также периодически этот резервуар нужно чистить, просто помыть его мыльной водичкой и обратно установить. Чтобы ваш холодильник прослужил вам какнайдовше, он потребует правильного догляда. Раз на месяц нужно пилососить заднюю решетку холодильника, это защитит его от перегрева. Также раз на півроку треба мити внутреннюю частину холодильника легким розчином соды с водой у співвідношенні один до одного. Если же вам потребно позвутися неприемного запаха в середине, просто покладите на одну из поличок с коринку житнего хлеба, або ж поставьте соду в пиаре. Под час генерального миття холодильника, аби не зипсувати продукты с морозильного отдела, загарните их колькома шарами щельного паперу. Вымытый холодильник треба залишити відкритим на 30 хвилин для запобігання появи плісневого та затхлого запаху. А что с системой Ноуфрост? Система Ноуфрост, да, работает за счет вентиляторов. То есть идет постоянный обдув наших продуктов. Но, как я говорил, преимущество такой системы, оно слишком преувеличено. Работа вентилятора приводит к тому, что воздух внутри холодильника, он пересушивает продукты, продукты быстро обветриваются и засыхают. Я не скажу, что это прям вот катастрофически плохо, да, но продукты подсыхают. Если сравнить с холодильником, где система размораживания капельная, там они хранятся немножечко лучше. Ну, есть простая рекомендация, храните продукты в мисочках или под пищевой пленкой. Это нормально. Итак, открываем параметр номер 5. Это капельная система разморозки. Это наша рекомендация, выбирать уже вам. Надя, сейчас есть еще один сюрприз в холодильнике, точнее даже в морозильной камере. Надеюсь, он тебя не шокирует. Ты могла бы открыть? Зачем ты голову в холодильник положил? Надя, как ты видишь, это макет. И ты видишь, вот эта вот повязка на голове символизирует как раз головную боль, которая может у вас возникнуть в случае, если ваш холодильник сделан из некачественных материалов. Дело в том, что внутреннее покрытие некоторых холодильников может иметь повышенное содержание фтора, которое будет проникать в продукты и вместе с тем попадать и в наш организм. А это чревато, друзья, тактическим отравлением. Давайте узнаем, что по этому поводу сказал физик Николай Чухраев. Одна из основных проблем, которая может возникнуть при эксплуатации холодильника, это наличие избыточных испарений, органических соединений из обшивки холодильника, внутренней обшивки холодильника. И основным из них является фтор. То есть, когда изготовлены не из очень качественного материала и дешёвые холодильники, они могут выделять избыточный фтор. И вот этот фтор, соединяясь с продуктами, может вызывать в некоторых случаях или лёгкое токсическое отравление, или аллергическую реакцию. А как узнать, превышены ли нормы фтора или нет? Внутри такого холодильника будет ощущаться сильный, такой специфический фтористый запах, который очень похож на запах гнили. Продавцы будут уверять, этот запах пропадёт. Но не верьте им. Ради справедливости хочется заметить, что такое явление, оно встречается не очень часто, но такое также бывает. А помимо головной боли, это может быть опасно для организма человека? Надя, я поинтересовался у врачей. И так вот, переизбыток фтора в человеческом организме, он чреват ослаблением иммунной системы, повреждением пищеварительной системы и вообще опорно-двигательного аппарата. И ещё, бывает, что прикасаясь к дверце холодильника, слегка ударяет током. Да. Никогда не замечала? Да, замечала. Вот, Надя. На самом деле, это обозначает, что внутри нарушена электропроводка. Такой холодильник обязательно нужно отдать в ремонт, потому что это может стать причиной пожара. Слушай, ещё из неприятных особенностей холодильников, но это пока теоретически, говорят, что они тоже являются источником электромагнитного излучения, как СВЧ-печи или мобильные телефоны, а многие люди сейчас уверены, что это очень вредно для здоровья. На самом деле, это не так. За счёт хорошей металлической изоляции и современных технологий холодильники не превышают допустимые нормы электромагнитного смога. Именно так правильно называется это явление. Ещё хочу рассказать о функции каникулы, Надя. У холодильника функция каникулы или у нас? Надя, и у нас, и у холодильника функция каникулы. Никогда даже не слышала. Не слышала никогда. Это как спящий режим у компьютера. Да, вот наверняка слышала об этом, и вы слышали наши зрители. То есть получается, что холодильник, он полностью не отключается и потребляет гораздо меньше электроэнергии. Все современные холодильники практически её оснащены. То есть это одна из характеристик идеального холодильника? Это ещё одна характеристика идеального, дополнительная характеристика идеального холодильника. Давай откроем. Функция каникулы. Ну а чтобы холодильник прослужил вам долгое время, нужно знать следующее правило. Во-первых, не устанавливать холодильник вплотную к стенке, иначе компрессор будет работать интенсивней и быстро сгорит. А во-вторых, не устанавливайте холодильник на балконе. Нежелательный перепад температур приводит также к поломке нашего холодильника. И в-третьих, не устанавливайте холодильник в непосредственной близости с плитой. Опять же, перепад температуры, идёт дополнительный нагрев, больше нужно работать двигателю холодильника, и в итоге поломка, и наш холодильник выходит из строя. Ну а теперь, Тарас, то, что ты нам обещал. Можно ли на самом деле вешать магниты на холодильник? Или это действительно увеличивает электромагнитное излучение и вредит холодильнику, а самое главное нам? Надя, я уже знаю секрет, да, и знаю правильный ответ на твой вопрос, но давай об этом скажет человек компетентный и профессиональный. Что по этому поводу сказал физик Николай Чухраев, давайте узнаем прямо сейчас. Бытует мнение, что применение магнитов, декоративных магнитов, которые очень часто устанавливают на дверку наших холодильников, может каким-то образом повлиять на магнитное излучение, и электромагнитный смог, который исходит от нашего холодильника. Я как специалист могу заверить, что, во-первых, электромагнитный смог от холодильника – самый минимальный из всех приборов, которые у нас находятся на кухне. То есть его практически нет. И второе – магнитное поле тех маленьких магнитов, которые устанавливаются на холодильник, достаточно мало, чтобы влиять на человека без непосредственного контакта. Да и если еще учесть, что они вешаются на металлическую поверхность, магнитное поле в данном случае, которое воздействует на человека, уже на 5-10 сантиметрах от дверки будет настолько ничтожно, что значительно будет меньше, чем естественное магнитное поле Земли. Отлично! А то я думала, если сейчас выяснится, что нужно снять магнит из холодильника, прям побегу и начну снимать. Наденька, на самом деле, как оказалось, магниты никоим образом не влияют на ваш холодильник. Итак, у нас уже есть описание идеального холодильника. Это холодильник с морозильной камерой внизу, с энергопотреблением класса А, с двумя компрессорами, с герметичной резинкой на дверце, с капельной системой разморозки, а также звуковым индикатором и функцией каникулы. Тарас, спасибо тебе огромное! Идеальному холодильнику место в вашем доме. Теперь улучшить свою жизнь с помощью наших советов еще проще. Нажимай подписаться и узнавай из первых уст мои рекомендации.